Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. Турция предостерегает Иран из-за Израиля. Официальная НКРА направила Тигера на декларацию с предостережениями о том, что не готова позволить иранцам использовать свою территорию для совершения или организации террористических актов против граждан других государств. Об этом сообщили израильские СМИ. После того, как Совет Национальной Безопасности Израиля объявил о серьезной опасности для израильтян в Стамбуле и других турецких городах из-за угроз Ирана. Турция выразила резкое недовольство ожидаемым ударом по туризму. Представители турецких силовых структур одновременно заявили, что их страна является безопасной для путешественников, в том числе и израильтян. Посла Израиля в Москве Алекса Бен Цви вызвали в российский МИД для объяснений по поводу бомбардировки аэропорта в Дамаске. Согласно сообщениям арабских СМИ и сирийской правозащитной организации, на прошлой неделе израильский ВВС нанесли ракетные удары по взлетно-посадочной полосе и службам аэропорта в Дамаске. Зам главы российского МИДа Михаил Богданов встретился с послом Израиля и выразил ему протест по поводу бомбардировки аэропорта в сирийской столице. Российский дипломат заявил, что атаки нанесли ущерб международному гражданскому авиасообщению из Сирии и задержали доставку гуманитарных грузов ООН для миллионов сирийцев. Богданов назвал израильские обоснования удара по аэропорту неубедительными. Послу было заявлено, что полученное от израильской стороны обоснование удара по Дамасскому международному аэропорту представляется неубедительным и что в Москве ожидают дополнительных разъяснений, в том числе в рамках имеющегося российско-израильского механизма по предотвращению опасных инцидентов на сирийском направлении, заявили в МИД России. Там же сказано, что Россия последовательно проводит линию на недопустимость превращения территории Сирийской Арабской Республики в арену вооруженного противоборства третьих стран и твердо настаивает на безусловном уважении территориальной целостности и суверенитета сирийского государства в соответствии с фундаментальными нормами международного права и положениями устава ООН. Добавлю от себя, что Израиль много лет устами Бениамина Натаньягу и Нафтали Беннета предупреждал российское руководство о недопустимости превращения Сирии в военную базу Ирана, нацеленную на агрессию против еврейского государства. Сегодня же МИД России выразил глубокую озабоченность, цитата, «притеснениями православных на святой земле». Конец цитаты. После того, как Верховный суд Израиля отлонил ходатайство Иерусалимской православной церкви по поводу спорных зданий в израильской столице. Кроме того, речь идет о, цитата, «осквернении евреями православной часовни». Конец цитаты. Иерусалимская православная церковь получила отказ на возобновление судебных разбирательств по поводу трех зданий в Иерусалиме. Поскольку Верховный суд Израиля постановил, что еврейская организация Атерет Куаним на законных основаниях приобрела недвижимость в Восточном Иерусалиме у греческой православной церкви в 2004 году. Израильская организация Атерет Куаним скупает любую доступную недвижимость в израильской столице, в которую затем заселяются евреи. По некоторым оценкам, уже тысячи израильтян живут в домах, которые Атерет Куаним приобрели в старом городе с 1978 года. В 2004 году представители организации купили у греческой православной церкви три здания. Однако, когда информация о продаже собственности христиан иудеям выплыла наружу, начался скандал, и патриархия пыталась отменить сделку, утверждая, что она заключена незаконно. В итоге многолетняя тяжба не привела ни к чему, и все суды, включая теперь и Верховный суд, отклонили иски. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня написала на сайте российского МИДа, что решение суда не было случайным и, цитата, свидетельствует о готовности радикальных религиозных сил начать притеснение православных святой земле, нанося ущерб межконфессиональному миру и вызывая законные опасения по поводу положения христианской общины на святой земле, конец цитаты. Также Захарова высказалась по поводу инцидента, якобы произошедшего 6 июня, когда, по ее словам, цитата, «около полусотни агрессивно настроенных израильтян демонстративно ворвались принадлежащей Иерусалимской Православной Церкви часовню и осквернили ее. Мы видим в этом провокационном поступке открытый вызов», — заявила Захарова и призвала власти Израиля принять меры и наказать виновных. На выставке «Еуросатери» — одной из крупнейших международных выставок оборонной промышленности в мире, которая проходит в эти дни в Париже, огромным спросом пользуется израильский павильон, где представлены средства индивидуальной защиты в случае применения химического оружия. Судя по всему, Израиль ждет большие контракты, учитывая обещания российского президента Путина применить его, если, цитата, «возникнет необходимость». В свете продолжающейся наступательной войны России против Украины, закопоставленные представители американского и европейских оборонных ведомств и политики неоднократно высказывали серьезные опасения, что россияне могут применить в войне с Украиной неконвенциональные виды вооружений, к которым относятся химическое и биологическое оружие, а также так называемые «грязные бомбы» с радиоактивным наполнителем. Все это усугубляется свидетельствами применения химического оружия в Сирии. По сообщениям источников, Россия имеет в своем распоряжении химические вещества, которые воздействуют на нервную систему, вызывая удушье, ожоги дыхательных путей и многие другие опасные последствия. Эти отравляющие вещества могут быть распространены с помощью баллистических или крылатых ракет, а также с помощью беспилотников. Поэтому павильон израильской компании «Импертек Сейфти», много лет занимающийся разработкой средств защиты солдат и гражданского населения, пользовался огромной популярностью. В этот раз израильская компания представила уникальный противогаз, запатентованными умными фильтрами, многоуровневой системой защиты, бронированными стеклами, а также возможность подключения к системе связи, военной или гражданской сотовой. В противогазе можно пить, не снимая его из специального резервуара, а биологические жидкости, такие как поты и испарения, своевременно удаляются системой умных фильтров. Драма вокруг нынешней правящей коалиции в Израиле близится к развязке. Ключевой депутат Кнессета от партии Нафтали Беннета Ямина, Нир Орбах, якобы договорился с Ликудом о броне в предвыборном списке этой главной оппозиционной партии под руководством Бениамина Натаньягу на следующих выборах. Согласно последним данным, переговоры между сторонами продолжаются. Но уже известно, что Орбах заполучил второе из трех забронированных мест в списке Ликуда. То есть получил реально проходное девятнадцатое место, так как согласно последним опросам, Ликуд на предстоящих выборах может набрать почти 36 парламентских кресел. Кроме того, за предательство родной партии Ямина и переход в ряды оппозиции, Орбаху пообещали министерский портфель в будущем правительстве. По сведениям, он просил пост министра образования в будущем правительстве Натаньягу, но там сочли, что это слишком много для Орбаха. Скорее всего, он получит третий степенный портфель министра по делам поселений. В последние дни депутат Орбах отсутствует на голосованиях в Кнессете. Он поклялся, как известно, бойкотировать все голосования, пока не будет принят закон о израильской юрисдикции в Иудее и Самарии, что привело к утверждению в первом чтении нескольких законопроектов оппозиции с минимальным перевесом. Это был в том числе законопроект о снижении налогов, подоходного и налога на бизнесы. В свою очередь, Нир Орбах отрицает наличие договоренности с Ликудом, но политические обозреватели подчеркивают, что подобный сговор с оппозицией для депутата от коалиции совершенно незаконен. Поэтому Орбах не может это признать. И главное, если Нир Орбах приведет к распуску правительства, так как он обещал поддержать законопроект Ликуда о распуске парламента, то сразу после голосования временным премьер-министром страны становится Яйер Лапид. Сложится ситуация, при которой Лапид впервые станет и главой правительства, и останется министром иностранных дел, да еще на фоне предвыборной кампании. В ситуации напряженности в регионе и нарастающего экономического кризиса во всем мире Нир Орбах готовит Израилю серьезные испытания. Британская консалтинговая компания Henley & Partners, отслеживающая миграционные тенденции в мире частного капитала, опубликовала очередной отчет, согласно которому до конца года в Израиль приедет 2500 миллионеров. До конца 2022 Израиль войдет в первую десятку стран с самым высоким притоком состоятельных людей, приняв как минимум 2500 долларовых миллионеров, что на 79% больше, чем в предыдущем году. Отмечу, что в новом рейтинге миллионеров на первом месте находятся Арабские Эмираты. Здесь до конца года ожидается приток 4000 миллионеров. На втором месте Австралия, туда приедут 3500 богачей, на третьем Сингапур, который ожидает прибытия 2800 миллионеров. Далее по количеству ожидаемых толстосумов идут Израиль, Швейцария, США, Португалия, Греция, Канада и Новой Зеландии. Добавлю, что в настоящее время в Израиле проживают 107 тысяч миллионеров, состояние большинства из которых превышает 10 миллионов долларов. Верхних двух сотен более 100 миллионов, и у первой двадцатки состояние исчисляется миллиардами. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Все вам доброго и до завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok